Здравствуйте! Вот и рождественский сочельник. Это ночь перед Рождеством, если как у Гоголя. Ну, снова публикую номера Кацбера, Тенькова, Юмани, Цветовая, Корысть. А вспомнил я ночь перед Рождеством не случайно. Кузнец Вакула получил царицыные черевички, а вот посольство-то запорожцев, к которому он присоединился, во главе с Сидором Белым и Антоном Головатом, не сложилось. Дело было в 1774 году, а в 1775 сечи не стало. Мазепа сбежал со шведами еще после Полтавы, а Запорожская сечь была разорена в 1709 году войсками полковника Яковлева. Генералу даже не потребовалось. Оставшиеся запорожцы ушли под власть Крымского хана и основали внизу в Днепре новую сечь, Алишковскую. Это вот где Алешки, рядом с нынешним Херсоном. В 1734-м запорожцы вернулись под руку Анны Иоанновны, но через 40 лет все равно сечь ликвидировали. Ненадежные, неуправляемые военным отношениями бессмысленно. А уж про нравы в сечи. Вот в 1738 году на сечь приехал русский подполковник Глебов с женой и некоторыми другими женщинами. Тогда запорожцы окружили жилище русского офицера и потребовали выдать им женщин, дабы каждый имел в них участие. Ну ладно, теперь кратко. ФСБ задержало решивших поджечь военкомат россиян. В России возросло число сторонников экстремистского движения АУЕ. Глава Минобороны Украины обвинил Россию в плохой дисциплине ВСУ. Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане. Ученые предсказали таяние до 80% ледников на Земле к концу 21 века. То есть лет через 75. А вот мне не все равно. Теперь подробно. Рождественского перемирия не будет. Президент Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.006 января, то есть сегодня, до 24.007 января режим прекращения огня на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля. Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручая министру обороны Российской Федерации ввести с 12.006 января до 24.007 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, говорится в заявлении Путина. Генсек ООН Антонио Бутиериш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества, заявил официальный представитель генсека Степан Дюжарик. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк негативно отреагировал на предложение президента России. Цитата. «Россия должна покинуть оккупированные территории, и только тогда у нее начнется временное перемирие», написал Подоляк в четверг в Твиттер. Ну, сам по себе ответ на уровне советника президентского офиса – это уже ПНХ. Ну и содержание. Россия должна. Малыш, Россия тебе ничего не должна. Не занимали до получки. Наоборот. Вся история украинской государственности – это цепь одолжений со стороны России. Начиная с территории, сравни, что воссоединил с Россией Богдан Хмельницкий в середине 17 века, и то, чем располагает современная Украина. Ведь раз в пять больше стала земли и завоевала ее для Украины Россия. Предпоследнее приобретение, ради которого Украина пальца пальца не ударила – это земли Западной Украины, присоединенные к вам, Сталином, которого вы проклинаете вместо утренней молитвы за упокой. Не к РСФСР, а именно к УССР присоединил эту территорию кровавый тиран. Оставлять эту землю Польшей не было никакой возможности. Вы же друг друга с поляками резали на волы не так, что средние века показались бы временами великого гуманизма. Полякам отдали Силезию и Восточную Пруссию, предварительно отселив оттуда всех немцев. Было актом гуманизма, потому что вы, поляки, бы их всех тоже вырезали, как вырезали оставшихся чудом живых после войны евреев. Украинцы тоже, кстати, постарались. Ну и отблагодарили Россию хорошо. Убили генерала Ватутина, освобождавшего Галичину от немцев. Последним подарком был Крым, переданный Украине в 1954 году. Когда вернули Крым, случилась абсолютно непонятная в России радость крымского населения. Свет. На улицах появился свет. Отвыкли. Потом появился асфальт на дорогах. Зарплаты и пенсии. Причем не дни выборов, а каждый месяц. Горячая вода, газ, автобусы и троллейбусы, в которые не страшно заходить, электрички, в которых небоязно ездить, еда, которую не страшно брать в рот. Построили мост, который вы пытались взорвать. Построили две электростанции, которые вы тоже пытаетесь повредить своими БПЛА. Запустили заводы, загрузили их заказами, отремонтировали санатории и дома отдыха. Начали возрождать крымское земледелие и виноделие. Ну, в общем, вели себя как настоящие оккупанты. А теперь, малыш, ответь, ты сам веришь, что Россия вот прямо сейчас возьмет и вернет в ваши кривые руки вот это вот все. Значит, будут продолжаться обстрелы, будут приходить закрытые гробы, а еще чаще уведомления о пропавших без вести. Так экономней, не надо ничего платить семье. Уже сто тысяч в земле, но это ведь мало, нужна победа, перемога. Любой ценой уступать нельзя. Вот-вот из Европы начнут высылать военнообязанных домой, в родную землю. Вот-вот начнете призывать женщин. А что им, Павлажка, пусть тоже умирают. Я не сторонник Путина. Он много за что должен ответить. Но не в Гааге, а здесь, в России. Но сейчас он предлагает хотя бы пару дней не убивать. Попробовать, может, получится. И что в ответ? Понятно, украинцев еще много. Опису президента Украины расходного материала хватает. Постскриптум. Пока верстался номер, и президент Зеленский тоже успел отвергнуть предложение о рождественском перемирии. В жанре из Галилеи может ли быть что-то доброе. Бедные стали беднее, а богатые богаче. Россияне в 2022 году потратили 25 миллиардов рублей на элитные квартиры в Сочи. Это на 40% больше, чем годом ранее. Всего за прошедший год на курорте продали 1062 элитные квартиры на первичном рынке. Это на 3% меньше, чем в 2021 году. Однако это снижение компенсировало рост цен за квадратные метры. Средняя сумма сделки по такой недвижимости в 2022 году увеличилась с 16,3 миллиона до 23,5 миллионов рублей. Доля элитных квартир на первичном рынке среди всех типов жилья выросла с 17% в 2021 году до 30% в 2022. В целом объем продаж жилой недвижимости на первичном рынке в Сочи сократился на 37%. Все это описывается одной фразой. Бедные стали беднее, а богатые богаче. Тем, кому в Сочи надо прост квартир для житья, встал не по карману, а инвестиционные сделки выросли. Рубль непонятно чем обеспечен, а элитная квартира в Сочи в любом случае чем-то будет стоить. Бывший президент США Дональд Трамп выдвинут на пост спикера Палаты представителей после 10 неудачных попыток голосования. Кандидатуру Трампа предложил республиканец Мэтт Геттс. Он уже голосовал за экс-президента, когда законодатели предприняли седьмую попытку выбрать спикера. В тот раунд политик завершил с одним голосом, в свою поддержку. Трамп не является членом Палаты, поэтому никак не станет спикером. Это уже одиннадцатая попытка избрать спикера Палаты. Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день подряд не удается преодолеть внутрифракционную оппозицию и набрать необходимые для победы 218 голосов. Героятнее всего и сейчас Маккарти не наберет нужного количества голосов, поскольку уже больше десяти республиканцев выступили за альтернативных кандидатов. В общем, это типичный парламентский кризис. У республиканцев-то большинство, но они не могут его реализовать сами из-за себя. На самом деле, кризис политических институтов в США возник не вчера, а как нынему с избрания Обаны, по сути, человека без рода, без племени, которому авансом дали Нобелевскую премию мира, а он тут же начал войну самую долгую в истории США. Продолжением кризиса было избрание Трампа, человека, ранее не бывшего ни губернатором, ни вице-президентом, ни госсекретарем, вообще не занимавшим ранее государственных должностей. Это раскололо страну и едва не привело к отделению Калифорнии. Отдельной строкой избрание Байдена, находящегося в присиниленном состоянии. И Конгресс без спикера, который не может приступить к своим конституционным обязанностям. Такого, кажется, в американской истории еще не было. Машин будет мало, они будут плохими и дорогими. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, за три квартала продажи новых и легких коммерческих автомобилей рухнули почти на 60%. Прибавили лишь Лада на 20% и некоторые популярные в России китайские бренды. Качество снизилось, цены выросли в среднем на 20%. Из-за ухода иностранных производителей на рынке сформировался дефицит в миллион авто. Пока его не компенсируют альтернативными моделями, предпосылок для снижения цен не будет скорее наоборот. Таким образом, опять все подорожает европейцы и японцы из-за логистики и оплаты. А китайцы воспользуются ситуацией. Сейчас их машины продаются на российском рынке успешнее, чем в самом КНР. Агрессивная экспансия всех китайских производителей – самый заметный тренд 2022 года. Они заняли почти 30% рынка, а в этом году перешагнут отметку в 40%. В приоритете у россиян будет бюджетный сегмент отечественного автопрома. Преимущественно Лада и китайские легковые автомобили. Черри, Хавал, Чили. Подорожание может оказаться выше и составить где-то 10-15%. Хотел продать себя – попал на пропаганду. Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей, типа мужчину, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В начале его привлекли к административной ответственности по статье КОАП «Занятие проституцией». Он признал вину, пояснив, что занимался оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил ему штраф в размере полутора тысяч рублей. Вскоре суд рассмотрел новый протокол в отношении этого гражданина. Он был составлен по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети интернет». Как следует из текста постановления, пропаганда заключалась в публикации анкеты на сайте соответствующего содержания. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе. Гражданин признал и эту вину. А мне вот интересен сам прецедент. Реклама как состав правонарушения. То есть этот проститут не стремился продвигать среди молодежи и людей старшего возраста нетрадиционные отношения как таковые. Он стремился продать себя. Естественно, старался придать своему специфическому товару привлекательный образ. В чем преуспел и попал под статью о пропаганде. Интересно, а закон о рекламе это как-то предусматривает? Или можно как на сигаретах на рекламе половых услуг писать? Минюст предупреждает. Пропаганда нетрадиционных отношений приведет к подобным отношениям к законам. Вас отымеют на деньги.